МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как там? Барабаны, да, называются? Барабаны, ну, это перкуссия. Перкуссия. Профессиональные, этнические барабаны. Мы слышали такое, да? Да, конечно, это известный инструмент у кого-то. Слушайте, а вот мы сейчас говорили о сохранении энергии, о медитациях, может быть, вот этих восточных практиках. И вы мне буквально во время рекламы сюжета сказали, что вы медитируете, когда играете свою музыку, да? Да, конечно. Игра на барабанах – это медитация, и это также терапия, как для играющего, но также и для слушателя, конечно. У нас на концертах это практически терапевтический сеанс. Вообще, потому что, вы знаете, у меня такое ощущение, потому что, когда гипнотизер проводит какой-то сеанс гипноза, у него же идет вот это внушение, от какого-то ритмики же, правильно? Тэнк, тэнк, метроном там бьет, да, что-то такое. И, видимо, музыка барабана, она же тоже это бивает, ритм. Да, наверное, как пульс, сердце, стучание сердца. А как вы начали вообще заниматься этнической музыкой? У каждого свой путь, но сердце привело... Все вы профессиональные музыканты, да? Сердце притянулось где-то, то есть пульс сердца услышал, да, ритм. А такой-то триггер был, вот с чего вдруг вот, если так щекнул? С чего какой, да, да. Ну-то что-то где-то в воздухе. Ну, у меня было почему, когда я родился. Вы знаете, вибрации, вселенная, и есть все, есть все вибрации. Ничего постоянного нету, постоянно все вибрирует. И поэтому, когда я просто родился, у меня начало сердце стучать, и я сразу понял, куда попал. Да, вы занялись такой этнической музыкой. А вот вы считаете ли, что именно в этой музыке вся гармония вообще музыкальная? Именно вот в этой музыке? Ну, ритм в основе гармонии. В основе любого музыкального произведения? Да, потому что вдох-выдох, ритм, то, как мы ходим, раз, два. Пульс сердца, конечно же. Все вибрация, все ритм. Вы же где-то писали, что музыка, то есть это вот рождение музыки здесь и сейчас. Конечно, да. То есть это больше как бы импровизация или все-таки какие-то отрепетированные? Конечно же, отрепетированные, но импровизация тоже есть. То есть вы никогда одинаково не играете? Да, ну любое исполнение любой песни, композиция, оно никогда не бывает одинаково. В этом и уникальность музыки. Нет, ну знаете, вот, допустим, классический музыкант готовится к конкурсу Чайковского, и три года он одно и то же произведение играет. И если на капельку ты отошел от канона, то уже это засчитывается. Там все равно есть процент... Своего отношения. Отношения и процент того, что будет сыграно, немножко по-другому. Ну, может быть, да. Это всегда так. Хотя оно-то те же самые, да? А можно это? Ну, в индийской музыке же там... В индийской музыке, конечно, да. Там же как бы раскрывается тема, которая, она отличается индийской от европейской классической музыки. Поэтому это классическая индийская музыка, раги. И в 87-м году я первый раз оказался на концерте, был Советский Союз, и там был год Индии в СССР, и к нашу страну приезжал такой музыкант Харри Прасад Чавраси. Это самый-самый флейтист в Индии. И он исполняет раги. А раги — это такие произведения, которые основаны на ведах. Понимаете? Веда. Это из уст в уста передавалось. И поэтому это самое древнейшее вообще, что есть. Это, когда мы слышим таких исполнителей, то это вот они передают из глубины веков. Ну, вот скажите, ваша музыка, она же не может повториться на каждом концерте, на каждом выступлении? То есть, в любом случае, элемент импровизации существует? Конечно. Вы можете что-нибудь, что-нибудь хотя бы... Можно послушать? Да, давайте что-нибудь. Которое, как вы говорите, заложено истиной и гармонии. Которое, как вы говорите. О, боже, замечательно. Это какая-то магия, звук, ритм. Это вот арабский. Что-то шаманское. Это что-то ближе к восточному, что-то подойдет. Ну, конечно, они же этнические. У нас еще есть различные удочки. Да, мы играем. Это ирландский свисток. Ух ты. Вот они. Давайте. А вот видишь, уже не восточное. Уже пошло европейское. Да, да, конечно. Это вот индейское. Да, разное. Это уже сладежская. У нее совершенно другой голос. У меня что-то такая ассоциация. Это мексиканское, вы говорите? Это индейское. Индейское, да. Кстати, похоже на индейца. Вам, наверное, все говорят. Да? Правда? Не больше на джекичанах. Да, на джекичанах говорят. В Европе на джекичанах. Да, да, да. Слушайте, а вот поп-музыку вы слушаете? Ну, вообще слушаем разную музыку. Разную. Если это хорошая музыка. Да, я согласна, что музыка не делится на жанр, она делится на хорошую, талантливую и не очень. Ну, вот, может быть, какие-то стили, может, что-то играете, современный такой поп-музыку. Мы играем только свою музыку, во-первых. То есть вы ее сами сочинете? Да, то, что мы сочиняем. А вы больше тяготите к музыке именно к восточной, к африканской или к европейской в этом свете? У нас все. У нас ирландские мелодии, и восточные. Вот мы сейчас послушали с Гури, послушали что-то из восточной, да? Да, да, да. А вы можете такую такую европейскую атмоску показать? Вы сейчас показали же в свете, как ирландскую? Ирландскую, давай? Сыграй. Возьму. Сейчас мы сделаем. Ирландскую сыграй. А, да. И... Ирландская сыграй. Да, такие английские солдаты. Смотрите, а вы не стремитесь к аутентичности, чтобы ирландцы узнали свою музыку, индусы свою, вы делаете вот такое что-то... Да, мы смешиваем, смешиваем такой, да? Микс такой, да, получается? Да, да, да. Мультиинструментальный. Да, мы все люди однонациональности. Да, земляне, да, называемся? Да, да. Музыка универсальная музыка. Во вселенной живем, да? Это очень здорово, это очень актуально сейчас. А вот эти барабаны, они чьи? Вот эти барабаны? Да, расскажите об этих акцентах. Это африканский джембе. Это африканский. Как называется? Джембе. Джембе. Африканский барабан. Это дарбука, она с Египта. Думбек, тоже египетский барабан. Уже похожий. Вообще название барабанов, мы скажем имена их, они происходят от того, как они звучат. Думбек. А, именно из звука и родилось название. Да, джембе это, джембе. Дарбука, такой острый такой звук, да? Да, он такой позвончий. И вот, конечно же. И вот этот живописники такой вот. Так, этот? Шаманский барабан. Шаманский барабан. Шаманский барабан. Это такой. Дабл такой, да, был. Слушайте, а вот в понедельник, вы знаете об этом, что был день, такой праздник, обними барабанщика вообще? Ну, в общем, в народе это день барабанщика. Мы ходили и обнимались везде, конечно. Серьезно? Вы знали об этом? Конечно. Вау, как здорово. И вот на самом деле, вы считаете, что это терапевтический эффект имеет? Да, однозначно. Одно дело слушать, а другое дело играть. Очень полезно дома иметь барабан. А в семье вообще лучше 2-3 барабана. Сели, поиграли. Тогда соседи тебя точно поймут. Обниму, дорогой, давай еще. На природе можно, это знаете, как здорово. Мама, папа, детки сидят, играют, это очень хорошо. Здорово. А скажите, вот чувство ритма, это врожденное чувство или его надо развивать? Вообще врожденное, но развить можно. Правда, даже сложнее, чем слух. Ну вот у вас музыкальное образование у всех, да, музыкальное образование? А какое именно? Вы же не заканчивали какой там курс? Именно по классу, в смысле барабанов, да? По классу барабанов, специализация у меня вообще по индийским барабанам, табла. Даже специализация такая есть? Да, учился в Чайковской, а потом в Индии. А вот смотрите, в казахской национальной музыке как бы вот не было ритмической структуры, вот у них нет ударных инструментов. В казахской? Да. Обязательно есть. А что именно? Нет, я никогда не слышала. Долл пас, дабл, кунрау, колокольчик. Я просто слышал о сатаяк. О сатаяк. Я не видел. Да, вы что? Вы на них играете? Да, мы играем. Я вот как раз недавно был, встретился с музыкантами, с народниками, и был в Долл пас, мы посидели, поиграли вместе, так было здорово. Здорово. А инструменты вы где покупаете, где заказываете, где ищете? Всегда разная история какая-то. Что-то покупается, что-то, да, кто-то дарит, вот, например. Так вот раз, вот на. То есть это всегда какой-то момент магии. Притягиваются. Да, да, они притягиваются. Мы всегда чувствуем, так, где-то барабан, и он чувствует, куда надо. Допустим, если он без дела где-то находится, ну, бывает, да? Ну, и главный вопрос, где вас можно услышать? Я с удовольствием могу. Пожалуйста, мы даем концерты сейчас чаще. Театр Ля-Богем. А где такой Ля-Богем? Да, Дом офицеров Ля-Богем. А, ну еще, вы живете в Ля-Богем теперь нашли концерты? Да, 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 Ля-Богем. Все, будем вас искать и перейдем на концерт. Сейчас мы посмотрим, друзья, короткую рекламу, а потом на нашей сцене эти замечательные музыканты сыграют свою музыку. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»